Всем привет, мои любители приключений и путешествий! Сегодня мы находимся в Киргизии, в городе Ош. Кто не смотрел наши предыдущие выпуски, приехали мы сюда из Таджикистана. Это наш первый выпуск, и мы начинаем. В селе мы сдашь их троллейбус. Проезд стоит 6 сом с человека. Это где-то 6 рублей получается, да? Один сом, это где-то 1 рубль по курсу. Менять можно деньги. В нашем случае мы снимали с карточки, с банкомата. У нас осталось немного сомони после Таджикистана. Мы приехали на рынок телечек, нам сказали, что здесь их можно обменять. Мы заходили в банк, в банке нам сказали, что здесь сомони не меняют. Какое разнообразие, казинак. Один вот такой кусочек стоит 20 сом. Нашли мы место, где можно поменять наши сомони на киргизские сомы. За 100 сомони дают 700 сом. А что это вы делаете, вот это? Это что такое? Мы такое уже встречали. И в Монголии тоже такое видели. Да, да, но она... А, и в Узбекистане тоже такое есть. Это они типа, как это сказать, типа на удачу там шаманит, чтобы у тебя там торговля была. Пришли мы с Дарьей подключать интернет, что очень радует, в Киргизии недорогой интернет. На неделю сколько стоит? 80 сомов 10 гигабайт. Это 80 рублей 10 гигабайт. Где вы такие цены видели? А на месяц без лимит сколько стоит? 650 сомов без лимит на месяц. И еще есть 40 гигабайт на месяц. Сколько 40 гигабайт? 350 сомов. Мальчик просто стесняется и поэтому мне приходится дублировать все, что он сказал. Мы покупаем себе на месяц 40 гигабайт. В принципе здесь и хороший вай-фай в хостелах, но мы решили все-таки пусть будет и мобильный интернет. В Киргизии есть такая национальная одежда, которая называется колпак. Выглядит она вот так, у нее достаточно много людей ходит, особенно более старшего поколения. Здрасте, у вас тут ремонт телефонов, заодно и музыкальный кружок, да? Да. Хотел поснимать. Одновременно снимать. А сможете что-нибудь сыграть? А мы поснимаем. Почему? Интересно просто. А вы я куда? Нет, мы из Воронежа. Воронеж? Знаете такой город? Воронеж это рядом с Москвой. Рядом с Киев. Да. Киев. Да какой Киев? Киев это Украина. Вы что? Миллион, миллион, миллион олыбро. И заклай, заклай, заклай. Спасибо! Бросайте в магазин, ставьте здесь корзинку и будет больше чудоват. Спасибо, хорошего дня. Ой, какой здесь запах, жалко нельзя передать. Булочный рай. А сколько такая лепешка стоит, скажите? Какие? Ну вот просто расскажите по ценам, какая сколько? Парцены 50, 40, 50, 55, 25. Разные. От 25 до 50 сом? Да. Спасибо. Вот это большая 50, да? Да, большая. 70 тоже есть. И даже 70 есть, а? Да. А, ну вот, Даша, вот эти уже 70. Это эксклюзив. Дыни, арбузики. Сколько у меня, не знаете, человек? Я его даже до дома не донесу, если купил бы без машин. Пришли мы в парк развлечений. Ну, здесь тоже полно аттракционов. Я думаю, нет смысла их все снимать. Я думаю, в любом городе есть аттракционы, но на что я обратил внимание, сколько здесь курда. Взяли мы 4 штучки. Два вот эти, это просто сыр, да? Это с зеленью, этот с перцем. А вот этот здоровый один стоит 40 сом. Ну, это прям конкретно. Таким можно даже поужинать или пообедать. Да. Есть колесо обозрения. А сколько стоят колесо обозрения? 50 сом. В парке стоит настоящий самолет. Вот. Я хотел залезть на крыло, посмотреть в иллюминатор, но Даша мне не разрешила. Что мне надо сделать, чтобы на меня не обращали внимание местные? Как, чтобы я сходил за местным? Все думают, вы тоже подумали, что я американец, да? Да, я тоже думаю. И все идут со мной, здороваются. Как мне надо одеться, чтобы все подумали, что я местный? Колпак с ней просто надо? Из-за колпака? Да. А я наоборот думал, я колпак одену и как будто я местный. Нет? Это старшее поколение всегда ходит по бокам. Максим. Я не вас, я снимаю, что вы продаете. Просто по всему городу Максим продают чалап и квас. Это кисломолочные, да, продукты? Чалап. Как там? Так, вы, девчонки, что будете пить, расскажите? Мы будем пить оралаш. Оралаш? Это микс. Да, микс. У Саши чалап, а у меня микс из всего. Так девочки посоветовали? Ну, Даша, какая-то коричневая субстанция получилась. Даже не знаю, это так можно пить. У меня молочко. У меня прям похоже по козу на айран. А что у меня, я даже не могу высказать. Это, знаете, хлебный квас. Держи. Сейчас Александр покажет. Сайран. Причем прям настоящий хлебный квас. Там куски хлеба плавают. Даже привкус какой-то квасовый прям отчетливый. У тебя вкуснее. Лучше пробуйте оригинал. За два стаканчика мы отдали 23 рубля. Маленькие стаканчики. Чтобы вы понимали, колпаки в Киргизии очень модный головной убор. Нашли мы похожие самсушки, как в Узбекистане. Ну, конечно, они не такие большие, но тоже крупные. Одна штучка стоит 50 сон. А что там за мясо? Баранина? Говядина. Говядина? А, говядина скажу. Ну, мы отведаем с тобой, чтобы сравнить, да, узбекскую самсушку от киргизской. Ну, давайте одну штучку. Вот, мясо сока. Очень вкусно. Она не столь, как бы прям вне самого соуса вот этого сока нету. Но начинка вкусная. Очень похожа на узбекскую. В интернете мы нашли адрес, центр плова. Пришли мы к ребятам, а оказывается нельзя просто взять и поесть плов. Но его надо заказывать. Можете телефон взять, да, у нас? Телефон есть. Ну, нельзя, я имею в виду, прикизы и поесть. Надо заказывать его. Да, да. Сбоку у нас есть столовая. Это на чайхана. Свежий заказывать. Разделаем, а не кучаем. А заказ за полтора часа готовый будет. Идем пробовать счастье в другое место. Сказали, что где-то с торца есть какая-то столовая. Там, может быть, будет плов. Принесли нам плов на традиционной тарелочке. Выглядит это все аппетитно. Красиво разложили мясо. Единственное, я вижу рис. Он имеет отличительную особенность. Он с черной такой насечкой. Не знаю, будет ли видно на камере. Такого риса я еще не видела. Сейчас попробуем. Морковка желтая. Этот рис похож на перловку. У него не просто так насечка. Реально мне напоминает почему-то перловку. Необычно. И вкус у слова тоже необычный. Дошли мы до еще одной достопримечательности этого города. Это мечеть. И недалеко от этой достопримечательности есть еще одна достопримечательность. Это вот эта гора. На которую мы сейчас планируем подняться. Там же есть музей. Поднялись на гору к музею. Вход для иностранных граждан 150 сом. Для местных 50 сом. А для детей 25 сом. Но если в такой шапке, то можно и за 50 сом. Да? Шутка. Нельзя? Нельзя в шапке. Можно. Хотя мы и не любим музей. Но это хотя бы необычный музей. Потому что он в пещере. Спросил я у работников музея. По поводу этой пещеры. Я говорю, это вырубили? Или эта пещера была сама так создана природой? Они сказали, что это была создана природой. Просто есть нижний уровень. Первый этаж и второй. Их просто вместе объединили и сделали единый музей. Манекены древних людей. Кого-то похоронили. И кругом рога и головы. Здесь на лестнице мы можем видеть чучело животных. Вышли мы на второй этаж. На этом музей заканчивается. И мы выходим на балкончик, с которого открывается вид на город. Мало девятиэтажных домов. Вот что, землетрясения бывают, да? Бывают? В городе вообще один сплошной частный серп. Подъем на гору тоже платный. Двадцать взрослым, десять детям. Но хоть нету разограничений иностранцы и местные. Согласно легенде, по этой тропе не может пройти ни одна неверная жена. Сейчас вот будем проверять. На гору мы сходили. Теперь еще решили дойти до флага. Проходим мимо отеля. И тут такую тачку вы видели. Какая-то вообще древняя. Вездеход. Может быть это какая-то даже пожарная машина? В каком-то в этом таком, в индийском обвесе. Дошли мы еще до одной достопримечательности этого города. Это площадь Ленина. Мороженое я купил в этот раз совсем прям необычное. Называется оно Миша. Это как бы обычно. А то, что она сырная, это необычно. А у Даши йогуртовая. Зеленая вот такая упаковочка. Тоже мороженое называется Миша. Перевернуть тебе даже нужно упаковка вверх ногами. Йогуртовый Миша. Когда мы были в Алма-Ате, мы такое мороженое йогуртовое пробовали. Оно клубничное и оно просто нереально вкусное. Смотрите, оно розовенькое такое. Оно прям йогуртовое, с вкусом клубники, жирное, насыщенное, вкусное мороженое. Ну вот сырное будет вообще интересно. А это мы не пробовали. Ну, вкус попкорна. Какой, знаешь, попкорн с сыром. Хладенький попкорн с сыром. Только холодненький, жирненький такой. Сегодня мы покидаем этот замечательный хостел. Наверное, один из самых лучших, где мы останавливались за все время. Смотрите, здесь какая уютная кухня. Мы уже сидим три часа, пьем чай. Нам надо идти уже на автобусную остановку, а мы никак не можем собраться. Кому интересно название гестхауса, в котором мы жили, называется он Сайма. Доехали до нового автобусного вокзала. И сейчас мы взяли такси и поедем в Кочкор Ату. 350 тысячи человек. Не знаю, нормально, наверное. Ваша нормальная. Нормальная цена? Ваша нормальная цена. Да? Да. До дома довезем. Вот Андрей сказал. А так сколько обычно стоит? 200? Нет. 400. Конечно. Вчера вечером мы приехали в городок Качкар Ада. Это в 100 километрах от Оша. Остались на ночь у тети нашей подписчицы. Сегодня утром мы проснулись и на такси и двух автобусах. Мы три часа добирались до курорта Арсланбок. Едем в курорт Арсланбок. Переполненные маршрутки. Урочки подоспели. Здравствуйте. А летом много туристов было, да, здесь? Да. А сейчас уже совсем мало, да? Да. В основном кто к вам приезжает? Эти? Европейцы, да? Да. Русских мало очень. Русские тоже есть. Ну, все равно русских меньше, да? Европейцев больше. Да. Русские. Как вы думаете, чем это связано? Почему больше европейцев, чем русских? Я по-русски язык не знаю. Немножко знаешь. Хорошо. По-русски не знаю, мальчик мой. Ладно. Все, пойдем. Водопад прямо? Да, вот так и. Пойдем посмотрим. Все. Хорошего дня вам. До свидания. Интересно, кто-то кушает так же, как и я, мороженое. Сначала объедает вафельку, а потом вот так ест мороженое. Сейчас ли улица, да, Шана, у тебя? Да, блин, коза. Эти коза и таса. Уже две. Дошли мы до маленького водопада, но он весь вот одорожен забором. Мы тут нашли маленькую лазеечку. Сейчас пролезем и подойдем поближе. Мы пошли немножко не той дорогой. Оказывается, есть здесь лестница. Вниз можно спуститься. Что с этого края есть лестница. Что с того края есть лестница. Музыка. До маленького водопада идти всего полтора километра, поэтому нет смысла брать машину, а вот до большого идти шесть километров от маленького водопада. Поэтому вы можете либо сразу взять машину внизу и вас довезут до водопада, либо вы можете от маленького водопада пойти пешком. Руслан Боб в первую очередь знаменит своим ореховым лесом. Мы сейчас идем. Здесь везде растет орех. Он уже поспел, свеженький, хорошенький. Вкусненький. Можно собирать и лопать. Улов маленьких орешков. Очень много орехов встречается. Прямо на земле лежат. Вот смотрите сколько орехов. Даша меня фотографирует в инстаграм. Да, я потеряла мне фото. Привет! Встретили наших уже знакомых. Сколько мы раз уже с вами встречаемся? Сынче. Да. Крэзи. Это просто нереально как-то, да? Встретиться... Как ты дела? Хорошо. В Таджикистане сколько раз встречались. Теперь уже и Киргизии начали встречаться. Я говорю по-русски только чуть-чуть. Может в России потом будем еще встречаться. Как? Хорошо? Нормально. Нормально. Осталось не так далеко до водопада. Здесь вот видите. Турникет есть. И рядом табличка. Вход платный. Ремонт дорог до сюда. На мосту. Ремонт лестницы. Уборка мусора. В речке. И в туалете. Так, проходим через турникет. И идем дальше. Кассира не оказалось. Здесь мы наблюдаем прилавки. Наверное в сезон здесь стоят торговцы. Продают какие-нибудь фрукты, сувенирчики. Но сейчас здесь никого нет. Местные жители выложили здесь вот такую дорожку из камней. Но идти по ней очень неудобно. Лучше идти сбоку. По земле, по мягкой. Ноги можно сломать по такой дорожке, если идти. Шли-шли наверх. Потом дорога закончилась. Все обтянуто колючей проволокой. И мы спускаемся вниз к горной реке. Дальше нам придется идти по ущелью. Дальше нам придется идти по улице. Красиво, красиво здесь. Дальше нам придется идти по улице. Как оказалось, дальше дороги нет Придется возвращаться назад Поднялись мы опять вверх До колючей проволоки Дарья держит, сейчас его надо перелазить Давай лезь уже Ай, блин Пойдем Пойдем пробовать Что-то тропинка здесь заканчивается А мы уже столько вверх поднялись, что неохота Идти вниз, искать другую дорогу Ну вроде какая-то есть тропинка Посмотрим, куда нас приведет Давай, давай, активней Воду мы набрали прямо из горной речки Потому что когда вот продают воду Видите, всегда на воде горы нарисованы То есть вся вода, которую мы пьем Она откуда-то с гор Чем выбрались на тропинку Как дашь впечатление после подъема? Ну два раза у меня чуть не случился сердечный приступ Это почему? Потому что камни покатились у тебя из-под ног Один раз я взялась за камень И чуть вместе с ним не свалилась пропасть Но дорога очень экстремальная То есть надо ходить по оборудованным площадкам, да? Конечно, если вы видите забор, колючая сетка И есть дорога нормальная Не ходите там, где забор Идите по нормальной дороге Зачем? Потому что мы здесь поднимались А вот уже спускаться не спустишься И ты не знаешь, куда ведет эта дорога Так что не надо рисковать Ты перенервничала, да? Я перенервничала Так, все, мы вышли на оборудованную дорожку Вот так оно выглядит Осталось немножко Мы дошли до самого верха Но здесь опять все отгородили Забором И колючей проволокой Но я думаю, мы сейчас найдем обход На крайняк перелезем Получается, когда мы первый раз шли по ущелью И пришли к маленькому водопаду То есть это практически был самый низ, куда падает водопад Потому что он разделен маленьким балконом И из-за горы большого водопада не видно Время уже пол пятого Последний автобус отравляется в шесть Идти на вниз пять километров Спустились мы с водопада Успели на маршрутку Причем на ту же самую, в которую мы и ехали Даже успели купить по мороженцу Мы благополучно прибыли к месту нашей дислокации У нас тут такой мрачный свет Но я думаю, не будет мешать концовке видео И мы с вами не прощаемся Говорим вам до свидания И увидимся в следующем выпуске Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok